Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзигед и сегодня почтим любимейших наших святых, святых братьев Кирилла и Мефодия, просветителей славян, удивительных проповедников, апостолов среди славянских народов. Именно они заложили фундамент для всей славянской культуры, не только создали азбуку, но вообще даровали книжный, письменный язык и благодаря их трудам славянский мир объединялся, объединялся вокруг чего? Вокруг евангельского благовестия. Они ученики Христовы, через них слово Христово пришло к нам и даже как свидетельствуют греческие ученые, то есть ученые там, откуда собственно и пришли святые Кирилл и Мефодия, наибольшие плоды миссии святых Кирилла и Мефодия, эти плоды были принесены именно в России, именно здесь как бы вот пик того просвещения, той удивительной деятельности, которую совершили святые Кирилл и Мефодий. И вот не скроем, братья и сестры, что греческие историки 9 века, это как раз время жизни святых Кирилла и Мефодий, 9 век, и греческие историки, которые жили в то время, они игнорировали собственно жизнь святых братьев, они обращали внимание на святых Фотия, на святого Игнатия, Константинопольских патриарков, других выдающихся деятелей, а святые братья, которые вот просвещали кого-то там, да, как бы вне пределов греческого мира, они были не настолько интересны, и поэтому жития святых Кирилла и Мефодия сохранились прежде всего благодаря их ученикам, славянам, благодаря ученикам и преемников их учеников. А собственно сами святые Кирилл и Мефодий, они родились в городе Фессалонике, это Македония, это северная область Греции, ну или примыкающая Греция, и что вот характерно, дело в том, что эти территории, они уже плотно были заселены славянами к началу 9 века. Уже до этого, благодаря переселению народов, славянские племена проникали на Балканский полуостров, они входили в соприкосновение с Византией, часто воевали, но потом Константинопольский император, он понял, что лучше привлекать их к сотрудничеству, привлекать их на службу, и были выделены места, где селились славяне, и вот вокруг города Фессалоники было очень много славянских поселений, и жители Фессалоник, они владели двумя языками, греческим и славянским. Именно там и рождаются святые братья, их отец был высокопоставленным чиновником, звали его Лев, и должность, которую он исполнял, немножко такое непонятное нам слово, Друнгари, Друнгари, то есть высокопоставленный военный чиновник, у него в распоряжении было тысяча воинов, и он подчинялся стратегу, который возглавлял область всю вот эту, вокруг Фессалоник, огромную такую военно-административную область. Еще известно, что маму звали Мария, и вот рождаются у них семь сыновей, то есть огромная такая семья, причем Мефодий был старший, а Кирилл был младший. Мефодий родился в 815 году, а Кирилл родился в 827 году, он самый младший брат из семи, он младше Мефодия на целых 12 лет, причем вот сразу поясню, дорогие братья и сестры, что святой Кирилл в рождении был назван Константином, и на самом деле на протяжении всей своей жизни он носил это имя Константин, и только вот перед смертью, за 50 дней до смерти принимает монашеский постриг с именем Кирилла, и вот так он уже вошел в нашу агеографию, как святой Кирилл, а при жизни его называли Константин, или точнее Константин-философ. Их родители были очень благочестивы, да, вот еще такой исторический факт, что они были известны императорскому двору, но жили вот в отдалении, в отдалении от Константинополя, в Фессалониках, и когда рождается младший сын Константин, то родители приняли на себя такой обет и подвиг, в общем, они решили больше уже не вступать в супружеское общение, проводить чистую такую вот жизнь, и уже никто у них не рождался после этого. И известно, что в таком высоком духовном настрое они провели еще 14 лет своей жизни, когда уже отец святых Кирилла и Мефодия перешел в иной мир. Ну, а мама, она уже проводила годы свои в искреннем благочестии, всецело посвятив себя Господу. К сожалению, осталось очень мало сведений об их детстве, о Мефодии практически ничего не известно, но ясно, что он получил очень высокое образование, и достаточно рано, он еще был совсем молодым, его поставили архонтом, то есть князем над провинцией славян, над княжеством славян, которые жили где-то вот здесь, вот в пределах Византийской империи, и ученые не знают, то ли это вот прямо вот здесь было, рядом с фессалониками, то ли это вот в Малой Азии, рядом с горой Олимп, Малый Олимп был в области Вифиния, где затем в святой Мефодии он проводил монашеский образ жизни. А вот сначала он становится князем, и вот представьте, что они живут поначалу в фессалониках, да, в окружении славян. И с детства они отлично владели славянским языком как родным, и анализ переводов святых Кирилла и Мефодия подтверждает, что славянский язык был для них родным языком, и даже встречались такие гипотезы, что может быть они по национальности были славянами, но это до конца вот неизвестно, может славяне, может греки, но дело не в этом, дело в том, что в конечном итоге они всецело посвятили себя славянской миссии. И вот надо подчеркнуть, что среди вот этих вот братьев, семь братьев было, да, самым одаренным являлся именно младший Константин. Он отличался очень цепким таким вот острым умом, он быстро схватывал знания и любил учиться. И вот рассказывается такая история, это вот сохранилось, что когда ему было семь лет, Константину, то ему приснился сон, и что ему представилось, как вот стратег выводит самых красивых вот девушек-фессалоник и предлагает ему выбрать себе невесту. Ну, а Константину-то семь лет всего лишь, он еще совсем маленький, да, то есть понятно, что тут речь вовсе не о какой-то женитьбе, а это вот некое такое образное видение. И он выбирает самую красивую, которую зовут София, то есть премудрость. И когда он рассказал об этом своим родителям, то они поняли, что Господь призывает его действительно к постижению особой такой вот духовной мудрости. И вот это вошло в конечном итоге и в его житие. Еще что сохранилось про Константина, семья была высокопоставленной, вот значит, да, начинается учеба, и он очень преуспевает, а как и вот прочие дети из богатых семей, иногда устраивались соколиные охоты, и Константин тоже со своим соколом выезжает на эту охоту, и вот как только он пускает соколы своих рук, то вдруг поднялся сильный ветер и уносит этого сокола, так что тот не вернулся. Ну, юный Константин, еще отрок, он возвращается в огромной печали, даже два дня он не ел, ну понятно, что для отрока, да, для еще фактически для ребенка утрата вот любимой птицы, это такое переживание, и после этого у него что-то вот внутри какой-то такой переворот, и он говорит, что оказывается все вот земные утешения и земные радости, они быстро сменяются печалью, поэтому надо посвящать себя чему-то более высокому и более духовному, и как потом записали в его житии, через это он взошел тоже вот к некой вот новой такой ступеньке на своем духовном развитии, и он стал изучать святых отцов, он особенно любил святителя Григория Богослова, и у себя в комнате он очертал крест, а под этим крестом написал такое стихотворение, посвященное святому Григорию Богослову, в котором прославлял этого угодника Божия, поднявшегося к равноангельному житию, и ведь сочинения Григория Богослова, они наполнены удивительной духовной мудростью, и маленький Константин, он уже тогда вот их изучал и приобщался к этой мудрости. Константин достаточно быстро достиг того уровня образования, который мог предложить родной город Фессалоники, и вот рассказывается такой случай, как он очень искал еще каких-то вот учителей, чтобы большего совершенства достичь, то есть потребность такая была его ума, и вот встретил какого-то заезжего преподавателя, ну фактически по уровню профессора, грамматики, грамматика имелась в виду словесность, вот изучение таких наук словесных, и Константин упрашивает его взять в ученики, а тот отмахнулся и сказал, что нет, я уже решил никого не брать себе в ученики, и уже не буду никому ничего преподавать, и Константин огорчился, предлагал ему, возьми мое наследство, которое мне отец мой завещал, но тот все равно не захотел его обучить, отвернулся от него, и святой Константин, он от этого, ну страшно огорчился, но достаточно быстро Господь ему действительно подает такую возможность, то есть если человек ищет, Господь все равно подаст, и вот происходит такой переломный момент вообще не только в его жизни, а в жизни Византийской империи, это 842 год, когда умирает император Феофил, а император Феофил был иконоборцем, то есть вот это еще такая особая эпоха, в которой жили святые братья, а из-за иконоборчества в империи фактически был застой и в образовании, и в взаимоотношениях друг с другом, изгоняли выдающихся людей, притесняли кого-то, и образование оно тоже было под неким гнетом, притеснением, но вот когда умирает император иконоборец Феофил, то к власти приходит фактически его супруга, это святая Феодора, вот благодаря ей как раз торжество православия, событие 843 года, полная победа над иконоборчеством, торжествует действительно православная вера, возвращаются все изгнанные, те, кто почитали святые иконы, и стали искать вот одаренных юношей, стали искать тех, на кого можно было опираться уже православному императору, но формальным императором был сын почившего Феофила, Михаил, их однако Михаилу было на тот момент всего лишь три года, и вот вспоминают про семью Друнгария Льва в Фессалониках, и призывают его одаренного сына Константина в столицу, чтобы там он находился при царском дворе, и предполагалось, что Константин будет одним из близких людей вот к еще маленькому царю Михаилу, и в столице святой Константин получает действительно превосходнейшее образование, он учится у святого Фотия, вот это будущий патриарх, он учится у льва математика, кстати сам лев математик до этого был епископом, занимал кафедру там же в Фессалониках, но из-за того, что он поддерживал иконоборчество, его лишили кафедры, но позволили ему преподавать, и он преподавал математику, уже по само имя его об этом говорил, он преподавал там геометрию, еще какие-то науки, и святой Константин получает самое высокое образование, которое могла предоставить столице Константинополь, и философию он изучает, и словесные науки, и историю, и астрономию, и даже музыку, и настолько он в этом преуспел, что его стали называть философом, вот там был один из приближенных царя Логофет по имени Феоктист, но Логофет это одна из высших таких должностей, и по некоторым сведениям вот этот Феоктист, он отвечал за царскую казну, то есть очень высокий такой чиновник, приближенный к святой Феодории, вот он как раз как бы воспитатель маленького царя Михаила, и как-то этот Феоктист спрашивает Константина, скажи мне, философ, а что такое философия? И на этом святой Константин ему отвечает, философия есть познание вещей божественных и человеческих, и познание возможности приблизиться к Богу, и быть по образу того, который сотворил человека, то есть философия, ну в данном случае имелась в виду христианская философия и христианская мудрость, она понималась как гармония знаний и добродетели, обширного круга знаний и христианского благочестия, вот не просто рассудочные какие-то представления, что вот человек, знаете, он может овладеть разными науками, куча дипломов у него, а в жизни он настолько безрассуден, в личной жизни у него не пойми чего, и сам непонятно чему себя посвящает, и знание не обогащает его душу. А вот когда знание соединяется с добродетелью, и наступает гармония знания и добродетели, то вот это и есть подлинная мудрость, подлинная христианская мудрость. Ответ Константина настолько поразил феоктиста, что, конечно же, его решили еще дальше возвышать, и, значит, подходит окончание обучения, и приглашает его феоктиста, и говорит, ты знаешь, ты вот очень хорошо себя зарекомендовал, а у меня как раз есть крестница, благочестивая девушка, которая может стать для тебя прекрасной невестой, и вот если ты женишься на ней, то ты будешь приближенным к царю, и со временем достигнешь звания стратега. На это Константин ответил очень просто, конечно, велик дар, который ты мне предлагаешь, но для меня нет ничего выше учения. И святой Константин отказывается от всех вот этих предложений, от женитьбы, от высоких статусов, и вообще вот надо, братья и сестры, это отметить, что Константин, или вот святой Кирилл, как впоследствии он принял имя Кирилла, он именно всю жизнь тяготел к учености, к таким вот усиленным, углубленным книжным занятиям, и поэтому он углубленно разрабатывал и азбуку славянскую, и особенности книжного славянского языка, и вот он хотел себя этому посвятить, и поэтому отказывался от семьи. И тогда что, значит, вот этот логофет-феоктист, он приходит к царице святой Феодоре и говорит, что вот сейчас, значит, нас покинет такой перспективный юноша, который может быть чиновником, хотя бы постараемся, ну, как-нибудь его удержать, и для того, чтобы его удержать, его, там сказано, возводят в клирике. Но что это было на самом деле? То есть, вот это пострижение в клирике, судя по всему, вот по источникам, Константина его постригли в очтецы, это самая первая ступень, значит, церковнослужения, то есть, он не был ни дьяконом, ни священником, а был только чтецом, и вот так вот через всю жизнь затем и прошел. И когда его посвятили в очтецы, то после этого его ставят заведующим патриаршей библиотеки, библиотека, где много было книг, и, соответственно, Константин мог с этими книгами работать, то есть, ему сказали, что ты вот любишь книги, пожалуйста, вот ими заведуй. Ну, и пришлось согласиться, однако, чуть погодя, Константин увидел, что здесь еще и очень много такой канцелярской работы, которая его отвлекает, и буквально через полгода он вдруг раз и исчез. А что он сделал? Он ушел в какой-то монастырь на Босфоре, и там пребывал, и долгое время его искали, и потом с огромным трудом, значит, нашли Константина, вернули его и сказали, хорошо, ты не хочешь принимать на себя никакие административные должности, ну, тогда хотя бы будь просто вот учителем, обучай наукам и наших, значит, вот греков, и иностранцев, которые приезжают. И на это уже Константин согласился. Вот в то самое время, напоминаю, братья и сестры, что Мефодий, он правитель области славянской. Вот Мефодий, он был прекрасный такой организатор, администратор, и именно он впоследствии был поставлен епископом, который, значит, управлял моравскими, панонскими славянами, христианами. А Константин Кирилл, он больше ученый. И вот это вот содружество учености и административных талантов у двух братьев им и помогло осуществить миссию во всей ее полноте. И добавим, что Мефодий, когда он был, когда он управлял вот этой славянской провинцией, то он еще лучше овладел простым вот этим разговорным языком славян и воспринимали его, ну, просто вот уже как своего. Славяне общались с ним совершенно как со своим человеком. А что же в это время Константин? Когда Константину было 24 года, от арабов или от сарацин пришло посольство с просьбой прислать кого-то для беседы к ним, к их халифу. А халиф в то время был Аль-Мутавакил, такая тоже вот интересная историческая личность. Ну, арабы в это время, скажу вам, они уже достаточно вот много проблем доставляли Византии, постоянные набеги, захватывали где-то территории, и арабы разрастались, укреплялись. И в то время, в то время центр, ну, вот где вот этот Аль-Мутавакил, это был город Самарра в Междуречье, вот такой был город Самарра с двумя эр. И, значит, направлено было туда посольство, куда вошел Константин. И для чего это было нужно? Для того, чтобы устанавливать какие-то вот отношения, постараться как-то вот, значит, ну, нивелировать, что ли, где-то вот агрессивные вот эти вот выходки со стороны арабов, да, ну, может быть, добиться каких-то диалогов. И заодно это были беседы о вере. Вот для таких вот бесед направлялся зачастую именно Константин. А почему так? Потому что он действительно по своей вот начитанности и по остроте ума, потому что ум настолько был цепки у него, хватки, что он быстро схватывал смыслы, смыслы книг. Он быстро уяснял то, что написано, и хорошо запоминал. Он священное писание цитировал по памяти и помнил просто вот невероятные вещи. И при этом был действительно умным и мудрым. Поэтому его направляли, вот, направляют его, значит, к сарацинам. Те встречают и достаточно вежливо, надо сказать, приняли. Но сарацины, они были такие, конечно, дикие и пересмешники. Шутки у них были, соответственно, тоже такие грубоватые. И вот, значит, они показывают на дома, а там жили уже кое-где в Междуречии христиане. И на дверях домов христиан они рисовали образы демонов. Такие страшненькие образы демонов, чтобы узнавать, где живут христиане. И вот они в такой шуточной манере говорят Константину, вот посмотри, кто тут изображен. Ну, демоны изображены. А что это значит? А он понял их шутки, и он тоже как бы шуткой им говорит, что это значит, что там живут христиане. Потому что, где христиане живут, то демоны не могут внутри домов пребывать. И, соответственно, как бы они вне домов. И вот мы видим, что вне домов, на дверях. А там, где не изображены эти демоны, ну, то есть вот у самих сарацин, то эти демоны, они, получается, внутри домов находятся. Да, и вот в обнимку с теми, кто там вот живет. Ну, те, значит, хи-хи-ха-ха, то есть поняли ответ его. То есть тоже юмор такой, с юмором ответ. И еще больше как бы расположились. И потом пошли уже диалоги. А вот это интересные такие исторические описания. Как проходили вот эти вот диспуты о вере. А проходили они в очень непринужденной обстановке, а они проходили во время обедов. То есть устраивался такой торжественный пир, который прекрасно накрывали, значит, да, там все вот яства, сладости, это восточные. И там вот рассаживались все гости, чтобы поразить их вид вот этими яствами. И там начинались вот такие беседы. И беседы, они в том числе вот на богословские темы. И когда вот началась вот эта трапеза, то там сам халиф причем присутствует, достаточно высокое такое лицо. И он говорит, вот скажи мне, Константин, как так получается, что вот вы христиане, но у вас, значит, одни учат вот так, другие там иначе. Они уже сталкивались, что оказывается, есть, значит, православные, а есть там всякие еретики, которые не ладят с православными. Кроме того, есть среди самих православных, есть, значит, миряне, есть вот монахи, которые посвятили себя. И мусульмане никак не могли понять, вот что это такое. Дело в том, что сам ислам, он еще только-только вот развивался, и у них, они еще не раздробились на какие-то течения, у них тоже, ну, не появились какие-то вот такие вот аскетические особые направления. Ислам был более-менее однообразен, а у христиан они ничего не могли понять. И тогда Константин отвечает так, что вот наш Господь Бог, он подобен безбрежному морю, который невозможно исчерпать. И, конечно, вот есть разные грибцы, которые погружаются в эту пучину, пытаются плыть, чтобы постичь беспредельность Божию. Но те, которые самонадеянно плывут, не опираясь на помощь Божию, и у кого не хватает ума, те терпят кораблекрушение и тонут. И вот таковы, значит, еретики. А есть те, которые, принимая вот волю Божию, со смирением, и в том числе и развивая свои умственные способности, плывут по этому морю, и Господь им открывает действительно вот бездны такой духовной премудрости. А ваше учение, говорит Константин, оно подобно такому ручейку, через который каждый может перепрыгнуть. Каждый может исполнить вот те простые какие-то заповеди, которые вам даны. Да, то есть там никакого особого скетизма не предписывалось. А у нас, говорит, значит, вот есть то, что дается для всех христиан, но есть и то, что дается для более совершенных, и это уже открывается в монашестве. То есть по мере каждого дается и некий вот путь такого духовного развития. Ну, значит, эти удивились очень, потом говорят, что вот мы чтим Господа Бога, а как это так? Ведь у вас получается, значит, есть отец, а есть друг-сын в Боге. Ну, если сын, то, значит, что же, тогда должна быть и жена, чтобы божество расплодилось. Ну, повторим, что они были очень такие грубые. Это все действительно отражено вот в исторических источниках. Их беседа отражена, она записывалась, эта беседа. А святой Константин им на это отвечает, что эти представления, они совершенно немыслимые, да, потому что человеческое, оно неотносимо к Божьему. И наш Господь, вот это вот как Солнце. И в Солнце мы видим три составляющие. Есть солнечный круг, который мы наблюдаем, а круг, он не имеет ни начала, ни конца, да, и это образ беспредельности Бога, Отца, который не имеет ни начала, ни конца. Бог Отец, Он безначален и бесконечен. Но от Солнца исходит солнечный луч, который просвещает всю Землю, и это образ Сына Божий, который предвечно рождается от Отца. И от Солнца также исходит тепло, которое согревает все, что на Земле, да, тепло неразрывное, в том числе и от солнечного луча. И это образ Святого Духа. И в то же время мы понимаем, что это единое Солнце, солнечный круг, луч и тепло, которое исходит от него. Вот так и в Боге есть единство, единство сущности, но при этом различаются три ипостаси. Отец, Сын и Святой Дух. Вот, братья и сестры, вот этот образ Солнца, да, сравнение, как бы такая отдаленная аналогия, сравнивающая Солнце со Святой Троицей, это именно в наставлениях Святого Кирилла, или тогда он еще был Константин Философ. И, значит, Сарацина, они настолько удивлялись этой мудрости, а Константин, он продолжал. Ну, вы же вот чтите, в том числе и Авраама, мусульмане действительно чтят его, и говорит, что ведь Писание свидетельствует, что сам Бог Троицы явился Аврааму, когда однажды Авраам узрел трех путников, и при этом обращается как к одному. То есть Авраам видит троих и говорит, «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». То есть он зрит троих, да, это образ трех ипостасей, но обращается как к единому. Это символ того, что в Боге, в трех ипостасях, единое божественное существо. Но Сарацины, они продолжали задавать свои вопросы и хотели где-то вот уловить Константина, хотя вроде бы в дружелюбной такой манере шла беседа, но они ему говорят, «А как же вот вы, значит, вам же Христос заповедовал, что если ударит по правой щеке, там, поставь левую, если вас обижают, то прощайте, там, благословляйте тех, кто вас обижает. А как же вы даете отпор, вот, тем, кто на вас нападает?» Ну, получается, что сами Сарацины, они нападали на христиан и при этом цитировали христианам Евангелие, что вы должны нас прощать, должны нас благословлять, подставлять другую щеку, а мы будем дальше на вас нападать. И на это Константин, он отвечает им такими словами, что, вот скажите, кто будет вот в совершении? Тот, кто исполнит только одну заповедь из закона Божия или две, когда вот две заповеди есть? Конечно же, тот, кто две исполнит. Да, говорит Константин, нам сказано, что вот прощайте обижающих вас, и когда это касается лично нас, то мы прощаем и подставляем вторую щеку, но нам также дана и другая заповедь. Нет больше той любви, как если кто положит душу за друзей своих, и поэтому, когда обижают наших ближних, родных, наших христиан, то мы должны не пожалеть себя и защищать их, и давать отпор тем, кто нападает на христиан и захватывает их, потому что иначе христиане в вашем плену, а не страдать, вот будут мучиться, поэтому мы даем отпор, не жалея своей собственной жизни. А сарацины еще больше распаляются. Ну как же, неужели вы там не хотите просто вот подать, заплатить? Вы вспомните, ведь Христос платил подать, подать за себя, подать за Петра. Ну тут вспоминают вот чудо со статиром, когда Петр пришли, спросили, вот учитель ваш подаст подать? И Петр побыстрее сказал да, а спаситель ему говорил, ну, как ты думаешь, Симон, с кого цари берут? Со своих, да? Ну будет ли сына брать, царь подать? Или вот с чужих? Ну с чужих. И так, значит, сыновья свободны, но чтобы они не соблазнились, то вот пойди закинь уду в море, поймай рыбу, и там найдешь в ней статир, и отдашь подать за себя и за меня. То есть получается, что Христос действительно за себя и за Петра заплатил. И вот цароцените цитируют этот, значит, отрывок из Евангелия. Получается, они изучали Евангелие, но цитировали его так, как им было угодно. И говорят, ну вы почему не хотите заплатить подать? Ведь мы просим за пленников всего лишь по одной золотой монете. Ну, за каждого пленника по золотой монете. И, значит, Константин тоже им отвечает, что когда речь идет о законной подати, тогда была Римская империя, и платили римскому правителю. А сейчас, значит, в Константинополе тоже царь, причем формально тогда Константинопольский император, он тоже назывался императором Ромеев, римским правителем, и, соответственно, подати ему платили. А какие подати могут быть вот этим племенам, которые захватывали? Пленников. Нужно было пленников освобождать. И, в общем, вот так вот беседа шла, и потом, значит, ну, судя по некоторым источникам, кто-то из этих саррацин, он решил просто вот отравить Константина. Но святой Константин выжил, Господь сохранил ему жизнь, и получается, что, да, вот с этими саррацинами возможно были какие-то диалоги, вроде бы они так вот вежливо, но восток дело тонкое, да, где-то чего-то вот не так, и кто-то вот раз вот, там яд какой-то мог подсыпать. И так возвращается посольство в Константинополь, и тут вдруг спустя некоторое время мы узнаем, что Константин философ покидает столицу и поселяется в неком уединенном месте с учениками, проводя монашескую жизнь, но, правда, вот еще не принимая монашеского пострига. А в то же самое время брат его святой Мефодий расстается с должностью архонта, князя над вот этим, на этой провинции славян, и поселяется в монастыре Малый Олимп, сейчас это территория Турции, западной Турции, а тогда это Малая Азия, и нужно отличать вот этот Олимп от греческой горы Олимп, и вот там, где поселяется Мефодий, на горе Малый Олимп, там вокруг было множество славянских поселений, опять-таки, сотни тысяч буквально славян, поэтому мысль о просвещении славян, она, естественно, зарождалась как бы вот сама собой. А что же Константин? Там приводится такой случай, пока вот он живет в отдельном месте от брата Мефодия, значит, в уединенном таком тоже каком-то, ну, может быть, монастыре, я не знаю, там келья какая-то, конечно, возникает вопрос, а почему они вот Константин и брат его старший, брат Мефодия, так вдруг расстали со своими должностями, а дело все в том, что произошел государственный переворот, и в 855 году в столице был убит их вот покровитель, вот тот известный логофет по имени Феоктист, и вперед выдвигается Кесарь Варда. Кесарь Варда был братом святой Феодоры, и, соответственно, Кесарь Варда, он дядя вот этого юного царя Михаила Третьего, и Кесарь Варда теперь как бы вот главное лицо, которое вот начинает везде командовать. И, видимо, Константин понял, что он сейчас вот не у двора уезжает, а Мефодий посчитал, что он тоже вот как выдвиженец предыдущей власти, что лучше все это вот оставить, и уходит в монастырь. Более того, святой Мефодий, он становится игуменом монастыря на Олимпе, а Константин вот некоторое время в отдалении живет, сохранилось свидетельство о том, как Константин в это время проводил совершенно бессребренническую жизнь, и если даже ему кто-то жертвовал какие-то продукты пропитания, то вот он пользовался этим только вот для конкретной вот трапезы, а все остальное раздавал в частности для милостыни. И, значит, был такой день, когда вообще нечего было есть, и он говорит своему ученику, что я понимаю, что Господь нас не оставит, ты вот позови пять нищих к нам на трапезу, и Господь вот явит какое-то свое чудо. И действительно, когда вот нищие пришли к трапезе, казалось, нечего есть, и вдруг некий благотворитель приходит и приносит всевозможные яйства, кроме того, пожертвовал 10 золотых монет, и это стало явным таким чудом, что Господь не оставляет своих учеников. А прошло некоторое время, и Константин с учениками переселяется к брату на гору Олимп, Малый Олимп. Повторим, что брат его, Святой Мефодий, там уже игумен, и вот именно там, на Олимпе, когда они вместе, именно там вот по изысканиям ученых, они и начинают уже разрабатывать первую азбуку для славян, и начинают задумываться о книжном просвещении славянских народов. В этих трудах Святой Мефодий, как прекрасно знавший простой разговорный язык, он осуществлял вот, ну, может быть, даже основную такую вот миссию по более как бы широким переводам, а Константин, он разрабатывал самые глубокие слова, потому что, чтобы перевести Евангелие, нужно было передать многие богословские термины, богословские понятия, и это требовало огромной обширности познаний и глубины ума, а таковыми обладал именно Святой Константин. Надо сказать, что про Святого Мефодия и брата его Святого Константина все-таки вспомнили при Царском дворе, вызывают их в Константинополь в 860 году, и для чего? А пришло от Хазар посольство, от Хазарского Кагана, с просьбой прислать кого-то, чтобы рассказать о христианской вере. Дело в том, что, вот как писал сам Хазарский Каган, часть народа придерживалась еще языческой веры, многие уже приняли иудаизм, а мусульмане проповедовали ислам, и вот они хотели услышать в том числе, значит, и христианских проповедников, и вот просят кого-нибудь прислать. Ну и, конечно, кого мог направить Константинопольский император, и он прямо говорит, что вот только ты, Константин, можешь с этим справиться, и возьми себе в помощь Мефодия. Причем вот в этой миссии, это Хазарская миссия, именно Константин, он ставится как главный, а брат его Мефодия, хотя брат по возрасту старше, он был ему помощником. Еще уточню, и это, наверное, покажется необычным, что у Хазарии того времени с Константинополем складывались относительно дружественные взаимоотношения. Почему? Потому что Хазарский Каганат, он располагался возле Каспийского моря, то есть достаточно отдаленно, то есть как бы они друг друга особо не трогали, ну, иногда все-таки были какие-то стычки, да, но не сильные. Зато Хазарский Каганат, и тут особенно покажется нам необычным, он в каком-то смысле защищал Константинополь от нападения русов. Ну, вот если вспомним мы древние вот эти наши легенды, повествования, как ныне взбирается вещи Олег отмстить неразумным Хазарам, да, то есть он не ладил с Хазарами, в то же время этот же самый Олег, его щит на вратах Цареграда, правда, там дальше этого не пошло, как только щит повесить на вратах Цареграда, вот, а Хазары, они как бы сражались, и вроде как бы, поэтому русы, они не доходили до Константинополя, и Хазары вроде как бы, ну, невольно защищали от русов, да. Да, то есть вот даже такие были исторические перипетии, поэтому нужно было устанавливать с ними отношения, а еще лучше обратить их к христианству. Но дело все в том, может быть, не учитывали это при дворе Константинополя, что Хазария, она хотела остаться независимой и не подчиняться православной империи, и поэтому, возможно, вот эта миссия, она изначально была обречена, так как, если бы они приняли православие, да, то, значит, они входили бы в отношения с Константинопольским патриархатом и в каком-то смысле уже были бы зависимы от Византии. К великому сожалению, политика, она иногда вот диктовала свои условия, и не всегда вот духовное выходило на первый план. Тем не менее, тем не менее, миссия отправилась, и святые братья, они через Черное море плыли и прибыли сначала в Херсонес, и там пребывали некоторое время, причем Константин, сказано, он за это время, несколько месяцев там находились, изучил язык еврейский, видимо, для того, чтобы более четко вести полемику с представителем иудаизма. Кроме того, появился там какой-то самарянин, который принес книги на самарянском языке, и Константин их достаточно быстро изучил, но он был какой-то полиглот, он сходу просто овладевал языками, святой Константин, и в итоге вот этих бесед вот этот самарянин и сын его приняли христианскую веру. А кроме того, в житии встречается немножко такое странное упоминание и загадочное для ученых, то, что Константин, святые Мефодий и Константин нашли в Херсонесе Евангелие и Псалтырь, написанные русскими письменами, и овладели этим языком. Ну, кто-то предполагает, что, может быть, там перепутано, переписчики не так написали не русские, а сурские письмены, имелся в виду сирийский или арамейский язык. А более точно все-таки надо понимать, что речь шла о Евангелии и Псалтыре, переведенными на готский язык, потому что некогда в Херсонесе уже осуществлялись переводы на язык готов, которые там жили. И это Евангелие епископа Ульфилы, знаменитый перевод епископа Ульфилы, который там существовал. И, видимо, вот с этим языком как раз и познакомился святой Константин и брат его, Мефодий. Ибо, собственно, русского книжного языка в то время еще не было. По свидетельству автора X века, храбро болгарского автора, русы делали такие краткие записи резами и чертами. То есть больше пометки были. Не, собственно, разработанный язык, а какие-то вот короткие такие вот какие-то символы. И это, конечно, не был такой вот литературный, собственно, язык. И иначе тогда бы речь о создании азбуки она бы вообще не велась. Еще святые Мефодий и Константин в Херсонесе предприняли совершенно такое грандиозное действие. Они обрели мощи святого Климента Римского. Это древний святой учитель, который в 101 году по Рождестве Христовым принял мученическую смерть. Святой Климент Римский один из первых предстоятелей римской церкви, а потом он был сослан в Херсонес, и там мученически пострадал. Его мощи находились в одной из бухт. И когда-то вот время от времени море, когда вот отходило, то там показывали снаружи вот это гробница, им можно было приложиться к мощам. Потом какое-то время все это было покрыто морем, и вместе вот с местным епископом Херсонесским, святой Мефодий, Константин, еще там другое духовенство, вот они молились, и ночью со светильниками плыли, вознося молитвы ко Господу, и вдруг осиял свет, это место, и волны раступились, и это вот описано в сохранившихся источниках от того времени, и открылись мощи святого Климента Римского, и они приняли эти мощи. И эта великая святыня, она стала своего рода духовным напутствием в миссии, в просветительской миссии святых братьев. Еще повествуется такая история, как пока вот они шли дальше, то одно дикое племя угров, это буквально венгры, ну, какой-то вот кочущая одной из венгерских племен, и воины этого племени напали на процессию святых братьев, да, там много было ведь, кто с ними шел, а в это время святые Мефодий и Константин, они молились, совершали первый час, то есть это богослужебное последование, в утреннее время совершавшееся, и вот эти вот угры, они буквально твыли, как дикие волки, думая устрашить пришедших на эту землю греков, но святой Константин, он произносил только «Господи помилуй, Господи помилуй», и угры вдруг как-то умиротворились, и глядя на просветленное лицо святого Константина, они потеряли свой зверообразный нрав и отпустили их с миром дальше. Наконец, прибыли они в Хазарию, ну, что тут сказать, конечно, Каган чисто вот внешне, он принял их на самом высоком уровне, все собеседования тоже шли во время обедов, торжественных обедов, трапез, и тоже проводилось очень много богословских диспутов, бесед, и все это записывалось, причем виден необычайный уровень речи святого Константина, явно он лидировал в этих беседах, если сможете, то постарайтесь прочитать в пространном от изложения житий, святых Кирилла и Мефодия, какие беседы он вел, ну, мы не будем, конечно, полностью пересказывать, конечно, это были те же самые разговоры о Боге, един он или троищен в лицах, там интересно, что, оказывается, трапеза, она начиналась с поднятия бокала вина, и Хазарский Каган, он, значит, поднимая бокал с вином, произнес, что вот пью за единого Бога, сотворившего весь мир, а в ответ святой Константин поднимает тоже бокал вина и говорит, пью за Бога, сотворившего весь мир, святую троицу, отца, сына и святого духа, тоже произносит некую речь, и с этого начинается такой диспут, то есть, вначале по этикету, видимо, положенному, они подняли бокалы вина и даже произнесли определенные тосты, ну, а дальше шла вот эта вот тоже дискуссия, там, беседа, ссылки на священное писание, и иудеи спрашивали, какой вот закон все-таки вот первый, ну, в том смысле, что завет Христов, да, он как бы после пришел, и вот раз он после, то, значит, он незначителен и неважен, а на это святой Константин им сказал, что, а вот какой самый первый-то завет, ведь завет был дан еще и ною, после потопа, да, и радуга как символ завета, и этот завет, он вообще не сопровождался никаким обрезанием, и потом, значит, вот один завет Господь установил с Ноем, потом завет с Авраамом, а закон дан был только при Моисее, и получается, что есть вот некое промыслительное действие, что Господь устанавливал некие заветы, да, но в конечном итоге все привел ко Христу, потому что Христос, как Бог, он и есть вот установитель и ветхозаветных правил, и он устанавливает новый завет, по слову тех же ветхозаветных пророков, что я дам новый завет, говорит Господь, и вложу новые мысли в сердца ваши, а Христос, приняв крещение, устанавливает для нас уже крещение вместо обрезания, и что касается иудаизма, то святой Константин, он наглядно показал, что Господь отвергает эту веру, потому что говорит, вот что вы еще ждете, посмотрите, все седмины Даниилова, они исполнились во Христе, вот эти 70 седмин, то есть 490 лет от пророчества Даниила до времени Рождества Христова, и дальше, значит, и царство у вас отнято, как было открыто у пророков, что не отымется скипетр от Иуда, да, вот пока не придет примиритель народов, и так и произошло, что уже ко времени Христа иудейское царство, оно прекратилось, а потом и Иерусалим разрушен, и священство прекращено, и упразднены жертвы иудейские, то есть явно Господь уже упразднил все проявления ветхозаветной религии ко времени явления Христа, ну или вместе с самим явлением Господа. Конечно, когда мы читаем житие, то мы видим, что Каган, он восхищается высотой аргументации святого Константина и отпускает его с огромной благодарностью, и даже около двухсот человек, которые тоже присутствовали при этом диспуте, они приняли христианскую веру, и потом еще отпустили пленников, христиан из греков, более двухсот пленников были отпущены, но после этого все-таки Каган, он решил не принимать христианскую веру, видимо, ставя какие-то политические цели, и думая, что иудаизм, он поможет ему сохранять свою некую независимость от Византийской империи. Но потеряв вот эти связи, в конечном итоге Хазарский Каганат и был разрушен, потому что основывать государство они пытались на песке. А святые братья вернулись в Константинополь, и вот дальше как раз наступает главное дело их жизни, но не надо думать, что оно как бы внезапно так вот вдруг явилось из ниоткуда. Мы уже говорили, что братья, они потихонечку разрабатывали и продумывали азбуку, книжный язык для славян, потому что они сами жили в окружении славян и прекрасно владели их языком. А вот в 862 году приходит к византийскому императору послание от маравского князя Ростислава. Моравия – это что? Конечно, следов уже таких вот не осталось, мы не найдем Моравию, но Моравия, а даже Великая Моравия, так называлась на пике своего развития в IX веке, это государство, которое занимало территории нынешней Чехии, Словакии, даже Венгрии, отчасти даже будущее Киевской Руси и немножко там даже Польши. И вот это государство, которое объединяло внутри себя некоторые славянские племена. Обычно они были разрозненные, а вот князь Ростислав, он объединял эти племена, и Великая Моравия, она могла разрастись в первое такое вот славянское государство. К сожалению, не получилось, но князь Ростислав очень старался. И вот он шлет послание в Константинополь, и он там так пишет, что наш народ уже принял христианскую веру, но у нас нет писания, и нет того, кто научил бы наш народ на нашем родном славянском языке. Вот пришли к нам учителей, чтобы они нас научили. Ну и, конечно, царь вызывает Константина, и в житии мы читаем, что царь говорит, я знаю, что ты очень болен, но кроме тебя некому поручить это дело. А святой Константин отвечает, хотя я телом болен, но духом я здоров, и я готов посвятить, и с радостью исполню это. И тут же, конечно, и святой Мефодий привлекается к этой важной задаче. И прошло несколько месяцев такой вот усиленной, напряженной работы. Мы узнаем, что братья святые молились Господу, чтобы Господь открыл их очи и открыл их ум к разумению уже, языка и сложению азбуки, и этот труд удалось осуществить. Но, братья и сестры, должен сказать, что святые Кирилл и Мефодий, Константин и Мефодий, они разработали азбуку-глаголицу. Не Кириллицу, который впоследствии распространился, а азбуку-глаголицу. Эта азбука включала в себя 38 букв, знаков. Они немножко такие вот загадочные, и, может быть, действительно, брались они из криптописания, тайнописи, которая существовала и в Византийской империи, а также при изучении и ознакомлении с восточными языками. Зато ценность этого труда, она в чем была? В том, что святые братья смогли адекватно в знаках отобразить звуки славянской речи. Вот в греческом языке там всего лишь 24 буквы в алфавите, а здесь, ну, представляете, 24 или 38, потому что звуков славянской речи было намного больше, и святые братья смогли отразить это в своей азбуке. А еще более сложная задача состояла в том, чтобы не просто азбуку создать, а создать книжный язык. Понимаете, люди, славяне, вот они ходят там по рынку, они очень просто говорят, сколько стоит, как купить, продать. Пошли на войну тоже какие-то там свои термины. И речь простая, устная, это не книжная речь. Нужно создать красивую, гармоничную, литературную речь, в которую включить в том числе и абстрактные понятия. И какие-то очень высокие, возвышенные понятия. И вот самые первые строки, которые перевели святые братья на славянский язык, это были слова из Евангелия Атеана. Начиная прям с самого начала. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бога. Искани без слова, и слово без у Бога, и слово без Бога. Да, и нужно было отразить вот эти особенности и смыслы, которые в греческом языке. Энархи ин о логос, кэл логос ин простон феон, кэфеос ин о логос. То есть, логос – это не просто как звук, звучащее слово, а это именно осмысленное слово. И Сын Божий рождается от Бога Отца, вот как осмысленное слово рождается из ума, когда мы произносим слово. Да, это вот ум рождает осмысленное какое-то слово. И на таком философском языке отражались высокие божественные понятия. И святые братья постарались всё это вот притворить и вложить в славянские переводы. Они в первую очередь переводили евангельские отрывки, которые читаются за богослужением, отталкиваясь от первого евангельского зачала в Евангелии от Иоанна, который на Пасху произносится, и дальше уже вот по дням. То есть переводы были привязаны к богослужению, и поэтому они переводили также богослужебные книги, чтобы совершалось уже литургическое служение на церковно-славянском языке. И дальше отправились в путь. И никаких вот тут как раз дискуссий, как с Сарацинами или с Хазарами не было. Князь Ростислав, он прекрасно понимал, что он воспринимает богатство от Византии, богатство духовной культуры. И это самое главное, самый высочайший дар, и о чем тут спорят. И прибыв туда, святые братья передают свои книги. И начинает также усиленно строиться вот храмы, и совершаться богослужение на славянском языке. Много учеников и славян приходят к святым братьям, но у них уже и были ученики славяне, а здесь еще больше их становится, и из них впоследствии появятся священнослужители. И тут вдруг неожиданно возникает препятствие. А дело все в том, что в этих местах, в этих местах уже проповедовали немецкие и латинские священнослужители. А те вот непосредственно как бы из Рима, и у них было такое вот представление, ну, нам покажется странным представление, что проповедовать и совершать богослужение можно только на трех языках. Это еврейский, латинский и греческий. Согласно вот тем трем надписаниям, надписи над крестом Христовым, которые Пилат положил, что «Сей есть Иисус, Назорянин, царь иудейский». Эллинскими, римскими и еврейскими письменами. Ну и почему-то вот у них считалось, что вот можно только вот так проповедовать. И святой Кирилл, Константин, философ, он говорил, что это триязычная ересь, потому что вы ограничиваете проповедь Христова. И много было дискуссий, много было споров вот именно не с Ростиславом Моравским, а именно с вот этими немецкими проповедниками и священнослужителями. И святой Константин, он ссылался на пример других народов, потому что персы уже у них был, перевод на персидский язык, у армян был, у грузин тоже был, и у многих других народов было. А тут почему-то славянам нельзя. Из-за всех этих споров святым братьям пришлось ехать в Рим. А почему в Рим? Да потому что Моравия, она уже входила в сферу влияния римского папы, именно оттуда же шли проповедники христианства, и поэтому игнорировать римского предстоятеля было невозможно. Вот по пути в Панонии остановились, и князь Коцел, князь Панонский, он с огромной радостью принял святых Кирилла и Мефодия, Константина и Мефодия, и тоже принял от них книги славянские, и Панония рядом с Моравией, соответственно, вот эти два больших княжества славянских, они первые просвещались церковнославянскими книгами. А затем направляются вот братья в Рим, при этом умирает римский папа Николай, у которого были споры и разделения всяческие с Константинопольским патриархом. И когда приезжают святые братья, то в Риме уже новый папа, Адриан II. И тут вдруг вот что сыграло на руку святым братьям? Они везли с собой мощи святого Климента Римского. А для римской церкви это очень ценно. Представляете, что один из первых римских предстоятелей, вот его мощи святые, привозят в Рим. И поэтому, когда святые братья появляются в Риме, папа римский, предстоятель римский, Адриан II, он встречает их с торжественной процессией, со свечами, со светильниками, с молениями. И принимают вот в дар мощи святого Климента Римского. То есть, святой Климент, его мощи, они очень помогли на самом деле всей вот миссии просветительской Кирилла и Мефодия. И после этого налаживаются очень дружественные отношения между святыми братьями и римским предстоятелем. И тот освещает книги на церковно-славянском языке. Он полагает их на престол. Он сам участвует в служении, литургии на церковно-славянском языке. И так вот дается пример, как бы, и благословение римского предстоятеля, чтобы вот эти вот немецкие проповедники и священники и прочие латинские проповедники, которые в Моравии присутствовали, чтобы они видели и не ограничивали деятельность святых братьев. Братья и сестры, в Риме святой Константин тяжело разболелся, совсем разболелся. И вот он уже чувствовал приближение смерти. И принимает монашеский постриг с именем Кирилла. Поэтому он сохранился у нас вот в нашем церковном поминании, как святой Кирилл. Он принял монашеский постриг за 50 дней до смерти. И эти дни он проводил в усиленной молитве. И вот как-то он брату своему, Мефодию, говорит, что мы были с тобой как два вола, которые вместе в одной упряжке пахали на Ниве. И один из волов, говорит Кирилл, пал под тяжестью непомерных трудов, а другому нужно продолжать эти труды. Святой Кирилл имел в виду себя. Еще брат он говорит, я знаю, что ты очень любишь Святую Гору, вот тот самый Малый Олимп, на котором Мефодий был игуменом, но все-таки ради трудов по просвещению славян вот не покидай, не покидай этот народ, продолжай труды просветительские. Сам же Святой Кирилл, он прожил всего лишь 42 года. Он был самым младшим, а умер раньше. Он понес колоссальные труды, понимаете, вот как свеча, которая ярко горит, ярко горит и быстро сгорает, но зато она горела не напрасно. И свет вот этой жизненной свечи от Святого Кирилла, равнопостного Кирилла, продолжает светить нам и сейчас и будет светить дальше в славянских церквах. И вот подошел момент, когда он отошел ко Господу, расстался с земным миром и дальше что? Значит, папа Адриан Второй настолько его уважал, что хотел его, решил похоронить прямо вот в своей гробнице, в соборе Святого Петра и говорит, я вот свою гробницу готов ему там предоставить. А Мефодий говорит, нам мама наша, родная мама, она заповедовала, что если вот один из нас первый умрет, то чтобы второй брат перевез тело почившего на гору Олимп в Малую Азию, вот на этот Малый Олимп, где мы проводили наши подвиднические труды. Ну и римский папа, он не стал возражать вроде бы поначалу, и приготовлен был особый ковчег, положили туда тело Святого Кирилла и крышку заколотили железными гвоздями. Но тут вдруг вот нашлись другие римские епископы, ну епископы, которые подчинялись папе римскому, и они стали говорить, что ты знаешь, вот поскольку он проделал такой огромный труд, вот они привезли мощи Святого Климита, и вот раз он здесь скончался, то значит здесь пусть он и будет похоронен. И они убедили римского папу, и тот сказал, что вот нет, вот давайте все-таки здесь и похороним. Ну единственное, что и спросил Святой Мефодий, что если здесь, то хотя бы похороните его в храме Святого Климента Римского, посвященном Святому Клименту, потому что вот эти вот мощи мы обрели, и соответственно близость этому святому. И это было исполнено, Святой Кирилл был похоронен в храме Святого Климента Римского, и там вот тело его и осталось. Добавим, что прошло много веков, и во время французской оккупации храм вот этот пострадал, и мощи Святого Кирилла, просветителя славян, они исчезли. И прошло еще некоторое время, и потом обнаружилась часть этих мощей, которую хранила одна высокопоставленная семья итальянская, и в 20 веке они передали римскому папе, а римский папа уже в 1976 году частицу этих мощей передал греческому городу Фессалонике. Вот так частица, хотя бы малая частица, вернулась в родной город, откуда родом и был Святой Кирилл, Константин философ. Ну а что же Святой Мефодий? Святой Мефодий продолжил дело проповеди, и он был не один, надо сказать, потому что уже сложился круг учеников, этот круг был достаточно обширный, который шел на десятки и сотни близких сподвижников. Он вернулся в Моравию, в Панонию, там продолжали проповедовать, служить, потом вновь он ехал в Рим, и его римский предстоятель посвятил воепископа над Панония и Моравией. Почему именно римский предстоятель, повторим, для того, чтобы противодействовать вот тем немецким латинским священнослужителям, которые находились тоже на территории Моравии и Панонии, но вели другую политику, настаивали на латинизации, а поскольку Святой Мефодий вынужден был с ними соприкасаться, то авторитет римского предстоятеля, он был очень важен в то время, и Святом Мефодио в борьбе против вот этих три язычников должен был опираться на авторитет предстоятеля римской церкви, поэтому именно там он принимает епископское рукоположение, и это действительно помогло на какое-то время, но в 870 году князя Ростислава свергают, его собственный племянник по имени Святополк поступил очень вероломно, свергая дядю, хотели вообще его убить, но потом ограничились просто ослеплением князя Ростислава, и дело жизни Ростислава Моравского, оно рухнуло, он думал создать огромное такое вот славянское государство с уникальной такой вот независимой культурой славянской, с просвещением на славянских книгах, и это все рушится, а святополк начал опираться на немецких священнослужителей, и поэтому они вновь вышли вперед и добились на какое-то время успеха. Святого Мефодия осудили, и даже посадили его в тюрьму, где он провел два с половиной года в очень жестоких условиях. Римский предстоятель даже не узнал об этом, тот самый Иоанн VIII, который рукоположил воепископы святого Мефодия. Римский предстоятель умер, так и не узнав, что он в заключении, и уже новый только римский папа, когда узнал, то освободил святого Мефодия. И вновь началась борьба за славянский язык, за книжность славянскую, и святому Мефодию с учениками удалось перевести до конца все священное писание, кроме книг маковейских. Кроме того, святой Мефодий переводил труды по церковному праву. Канонические книги, потому что надо было жизнь упорядочить, церковную жизнь по определенным церковным канонам, переводил другие книги церковные. И среди народа святой Мефодий пользовался глубочайшим духовным авторитетом. Ему доверяли, и часто даже такая наглядная прозорливость проявлялась, когда он вразумлял людей в каких-то их грехах. К сожалению, противостояние с немецкими священнослужителями, оно достигало даже своего апогея, к сожалению, дальше. И в частности, вот был там такой немецкий священник Вихинг, который высказывал, тоже как и некоторые римские папы, идею филиоквы, такую вот еретическую идею о том, что Святой Дух, он исходит не только от Отца, но и от Сына, нарушая тем самым евангельские слова, слова самого Христа, произнесенные на Тайной вечере, как это мы читаем, Евангелие Тайна о том, что Святой Дух, который от Отца исходит. И Святой Мефодий написал послание против этого Вихинга с изобличением лжеучения филиоквы. И может быть, это тоже сыграло роль против Святого Мефодия, потому что в Риме не очень могли приветствовать это послание, А сам Святой Мефодий вот на пике этой борьбы покидает земной мир. Он в 885 году на вербное воскресенье приходит в храм и уже чувствует оскудение сил, преподает благословение своим ученикам, и он назначает себе преемником одного из учеников из славян по имени Гораст. И на третий день Святой Мефодий покинул земной мир. Ученики пытались продолжать дело Святого Мефодия, но вышло так, что вот римский предстоятель, новый римский папа, он уже выступал против этого и неожиданно запрещает служение на церковно-славянских книгах. И затем, значит, вот священников славян, учеников, преемников Святых Кирилла и Мефодий их вызывают на Большой Собор, и когда они пришли, то их там всех схватили. И от них продали в рабство, потом тех, кого продали, их Константинополь выкупал. Кого-то сослали на дальние там рудники или в тюрьмы, и многие из них умерли. И как бы это скорбно не было, но нам остается признать, что в Моравии и Паноне дело Святых Кирилла и Мефодия оно не прижилось. Впоследствии эти места были захвачены в Венгрии, и латинизация пошла полным ходом. Но само дело Кирилла и Мефодия оно не умерло, оно переместилось в лице их учеников в Болгарию. И в Болгарии письменность процвела. И ученик Святых Кирилла и Мефодия Константин, он разрабатывает более удобную азбуку, которая известна нам под названием Кириллица. Он называет по имени учителя своего, Святого Равнопостольного Кирилла. Эта азбука она отталкивается от греческого алфавита, но включаются некоторые там дополнительные такие написания, и она еще больше включает звуков, чем глаголец. Там было 38, здесь уже 43, и она оказывается более удобной. То есть вся книжная письменность славянская остается, заложенные основы Святым Кириллом и Мефодием тоже остаются, но они развиваются их учениками, и вот эта вот письменность процветает в Болгарии, а затем из Болгарии уже с крещением Руси в 988 году переходит к нам, и дальше у нас уже начинается развитие и усовершенствование славянской книжности, письменности, культуры, и на протяжении всей истории русской православной церкви эта письменность, она приносит очень богатые удивительные плоды. Конечно, братья и сестры, невозможно полностью объять эту тему, но мы и так достаточно говорили, и мы, конечно, преклоняемся перед трудами святых Кирилла и Мефодия, которые понесли просто вот, ну, неимоверно предприняли усилия для того, чтобы просветить славянские племена, и это удалось, потому что появились ученики славян, и эта письменность, вот как огонек такой был передан русской православной церкви, и ныне, когда мы приходим в храм на богослужение, когда мы слышим церковно-славянские молитвы, и сами произносим эти молитвы, мы находимся в незримой связи со святыми Кириллом и Мефодием, которые для нас вот преподнесли как драгоценный дар этот удивительный язык. Остается нам только с благодарностью помолиться святым Кириллом и Мефодием, чтобы они помогали нам сохранять их наследие, культурное, письменное, духовное наследие, благодарить Господа за этот удивительный дар, и, конечно же, от сердца молиться самим святым братьям. Святые Кирилле и Мефодии, молите Бога о нас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok